За что могут наказать иноагенты? Об этом говорим сегодня в программе «Главные новости» в студии Лейстана Абдульна. Здравствуйте! Субтитры делал DimaTorzok Итак, в гостях у нас сегодня Андрей Тузиков, заведующий кафедры госуправления и социологии Кнету Кахты. Андрей Римович, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рад вас всех видеть. Спасибо большое, что пригласили. Итак, с этого месяца в России вводится уголовная ответственность для людей и компаний, получивших статус иноагента. Крупный штраф либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет грозит иноагентам, не представившим данные о себе для специального реестра Минюста. Андрей Римович, давайте еще раз все-таки для начала разговора поясним, кто же это такие иноагенты. Во-первых, хочу сразу подчеркнуть, что ничего уникально нового в принятии данного законодательства нет. Еще в 1938 году в США был принят подобный акт об иностранных агентах, и он был связан вначале, конечно, с противодействием нацистской пропаганде германской, но потом плавно перекочевал, так сказать, в текущую практику политическую взаимоотношения государства, СМИ, государства, различных некоммерческих организаций. Значит, впервые у нас это определение появилось в 2012 году в законодательстве, так, когда были внесены изменения в закон о некоммерческих организациях. В соответствии с этим иностранным агентом может быть признана либо организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан. Но сейчас это определение распространяется и на физическое лицо. То есть в статусе иноагента признается человек, который создает и распространяет для широкого круга лиц различные материалы, как текстового характера, так и видео, получая при этом поддержку из-за рубежа. Андрей Римович, я сразу, конечно, уточню. Например, если пенсионер получает некую финансовую поддержку от своих детей, которые находятся за пределами нашей страны, командированы, там работают, живут ли. Ну, опять же, финансовые потоки какие-то идут ежемесячные, к примеру. В данной ситуации подпадает ли под категорию эту наш пенсионер гипотетический? Ну, ведь, как говорится, это какая-то уже ситуация под названием «У страха глаза велики». Ведь законодательство четко определяет, что речь идет о людях, которые не просто финансовую помощь получают, а которые создают и распространяют текстовые аудио-видеоматериалы для широкого круга лиц, получая при этом поддержку. То есть речь идет о целевых характеристиках этой зарубежной поддержки. Я напоминаю нашим телезрителям, что в нашей группе ВКонтакте идет голосование, вернее опрос. Сегодня вопрос звучит следующим образом. Знаете ли вы, кого в России можно считать иноагентом? И хотя только что приоткрыли с помощью нашего эксперта ответ, тем не менее, я прошу вас указать, знали ли вы, во всяком случае, до этого момента, кто это иноагенты. А возвращаясь, Андрей Римович, собственно, нововведением в законодательстве с этого месяца, поясните, пожалуйста, в чем их актуальность. Ну давайте еще раз как бы подчеркнем. Вот иноагент, он не только информацию собирает, распространяет, да, но он осуществляет политическую деятельность, подчеркиваю, в интересах другого государства. А также занимается целенаправленным сбором сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации. Понимаете, да, в чем разница между пенсионером, получающим ежемесячную дотацию, скажем, от своего сына из-за рубежа. Вот, с этой точки зрения, с этой точки зрения, на мой взгляд, это очень естественно, потому что, когда мы говорим о свободе распространения информации, всегда возникает вопрос о том, а информация просто, вот, это свободная воля изъявления того человека, который эту информацию породил, или он, что называется, на контракте. А вы знаете же, есть такая поговорка, на мой взгляд, очень образная. Кто платит, тот и заказывает музыку. И вот с этой точки зрения уже любая информация или политическая деятельность ну, как бы, подпадает под это законодательство, потому что резонный появляется вопрос. Это в интересах нашей страны и ее граждан, или это исполнение заказной работы в интересах другого государства? Ну, я думаю, не надо быть тут семипядей во лбу, чтобы, как бы, понять, что ни одна уважающая себя страна, считающая себя суверенной, никогда не будет заинтересована в том, чтобы в ее политическую жизнь вмешивались из-за рубежа, причем в интересах другой страны. Ни одна страна не заинтересована, чтобы под видом какой-то аналитики собирались материалы, представляющие, скажем, там, государственную или военную тайну. Опять же вопрос, для чего, с каких целей? В каких целях, вернее? Если это в целях другого государства, ну, пардон, сразу возникает вопрос, а почему это надо разрешать? И вот, согласно поправкам законодательства, физлицы, которые выполняют сейчас функции иноагентов, во-первых, они должны подать уведомления о включении их в перечень иностранных агентов, а затем раз в полгода представлять отчет о своей деятельности и о, как бы, структуре расхода полученных из-за рубежа средств. Во-вторых, физлица, которые признаются иностранными агентами до прекращения своей деятельности, не могут занимать должности на государственной и муниципальной службе и быть, соответственно, достойными допущенными государственной тайны. Кроме этого, информация, которая будет распространяться подобного рода некоммерческими организациями или физическими лицами, должна соответствующим образом маркироваться. То есть будет указано, что данная организация является иностранным агентом. Чтобы люди понимали, что это не просто частное мнение гражданина нашей страны, а это мнение, которое он распространяет, являясь иностранным агентом. Андрей Иримович, то, что Вы сейчас говорили, сколыхнуло другую тему. Дело в том, что когда впервые началось обсуждение законов иноагентах, тогда как раз говорили об охоте на ведьм, о шпиономании, которая может повлечь за собой этот закон. Вы как относитесь к этим разговорам о том, что благодаря этому закону можно любого неугодного гражданина найти, за что привлечь к ответственности? — Знаете, давайте так. В принципе, как говорится, был бы человек, а закон найдется, я уж так утрирую, конечно. Давайте все-таки, если серьезно, посмотрим, откуда раздаются вот такие, назовем так, экзальтированные мнения. Кто их высказывает? Если мы посмотрим, что в СМИ есть такие, скажем, ресурсы, как «Медуза», но она зарегистрирована за рубежом, то есть это подпадает под понятие «иностранный агент», они получают поддержку финансовую в том числе. Если они так беспокоятся о том, что у них возникнут проблемы, ну, понять это можно. Значит, решение принято правильное, что называется. Наступили нужные кошки на хвост. Если же об этом говорят просто рядовые граждане, которые не занимаются политической деятельностью, никак не связаны с финансированным из-за рубежа, ну, они, скорее всего, либо просто повторяют вот такие вот эмоционально окрашенные мнения, раздающиеся со стороны тех, кто не заинтересован в принятии такого закона, и создают, что называется, информационную волну. Ну, здесь, на мой взгляд, надо очень четко понимать, что если человек занимается политической деятельностью, но при этом не получает финансирование из-за рубежа, но он никак не попадает под действие этого закона, если он не передает какую-то собранную аналитику в руки разведывательных структур каких-то или информационных агентств, которые так или иначе связаны с государством, иностранным, но он тоже не попадает сюда. Как говорится, на мой взгляд, страхи эти преувеличены. Хорошо, но тем не менее, опять же, на передовой, получается, здесь как раз-таки журналисты, общественники и НКО. На их деятельности как раз некоммерческих организаций как может сказаться негативно? Вот это новый закон, это изменение, вернее, или все-таки не так, опять же, страшно, как мы сейчас можем себе представить? Ну вот давайте возьмем Республику Татарстан. Насколько я знаю, у нас всего лишь одна или две некоммерческих организации получают зарубежное финансирование. Поэтому, что называется, они могут спокойно спать и продолжать свою деятельность, никак не связанную с тем, что могут попасть под новые какие-то ограничения. Если говорить о России в целом, ну, извините, у нас есть такие вот организации, приведу пример, скажем, мемориал, да? Вроде бы она создавалась под вполне, ну, такую, скажем, патриотическую, в кавычках, задачу, да? Что, да, там скрыть правду о репрессиях, о репрессированных наших согражданах. Все-все-все вроде хорошо. Но при этом они получают финансирование из-за рубежа. Сразу возникает вопрос. Эти материалы за рубежом используются для того, чтобы как-то помочь жертвам политических репрессий в нашей стране в период 37-го, 53-го годов и ранее. Или же они используются в целях каких-то пропагандистских для создания негативного образа нашей страны. Это две большие разницы. Я думаю, вы догадываетесь. Так? Или же, например, вот есть центр Левада. Организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Все хорошо, молодцы. Занимают критическую позицию, нормально для социологии. Но получают финансирование из-за рубежа. И получают тем самым возможность заказчику предоставлять информацию. То есть, опять же, возвратимся к этой поговорке. Музыку заказывает тот, кто платит. То есть иностранный заказчик, но, скорее всего, он не просто из академического интереса собирает социологическую информацию о нашей стране, об общественном мнении, различных общественных групп нашей страны. Скорее всего, он как бы интересуется этим в каких-то своих политических целях. Правильно? Уж явно никак не направленных на то, чтобы нам с вами организовать какую-то счастливую жизнь. Поэтому, когда идет публикация данных исследований, сделанных Левада-центром, всегда есть сносочка, что эта организация признана иностранным агентом. Хорошо, Андрей Римович, я правильно понимаю, что вы согласны с тем, что, в принципе, россияне должны знать о том, кто работает за иностранные деньги? И, опять же, является ли это нарушением права человека? Вы знаете, я тут проведу параллель. Давайте. Можно проведу параллель? Вот, к сожалению, после, подчеркну, развала Советского Союза, не распада, а развала, он был во многом, как сказать, не стихийным, не только стихийным процессом. Ведь получился такой процесс, когда заметная доля нашей политической элиты обзавелась зарубежными паспортами. А это, вроде бы, как личное дело каждого человека. Ну, хорошо. Но затем возникает вопрос. А если министр федеральный или республиканский является одновременно гражданином другой страны, которая находится, мягко говоря, не в очень дружественных отношениях с нашей страной? Это как? Ну, если до последнего времени законодательство это допускало, но хотя бы об этом надо знать гражданам, да, которые голосуют на выборах, которые исполняют решения того или иного государственного деятеля. На мой взгляд, это крайне значимо. Опять же, наши партнеры, как любит говорить Владимир Владимирович, в этом смысле занимают весьма и весьма жесткую позицию. Как только у нас СМИ стали работать за рубежом профессионально, я имею в виду Russia Today, как на них тут же навесили ярлык иностранных агентов. Так, а там очень жесткое законодательство. Там и штрафы, и до пяти лет тюрьмы, ну, если вовремя не подают информацию о себе и финансовую отчетность. Ну, наверное, как говорится, наши партнеры не дурнее нас. То есть, если они признают, что функционирование иностранных агентов в политическом пространстве их страны – это не совсем благо, это допускается. Но граждане США должны знать, кто такие иностранные агенты, информацию о которых они смотрят, слушают, читают. Но, наверное, и в нашей стране эта ситуация точно такая же. Наверное, и наши граждане должны иметь право знать, видеть, слышать, чью же информацию они получают. Произведенную нашими гражданами или произведенными все-таки теми организациями и гражданами, которые работают по контракту в интересах другого государства. Что здесь такого страшного? Ну, вот говоря о правах человека, да, еще один момент. Дело в том, что с марта как раз-таки тоже на введение закона персональных данных. И предполагается, что они как раз тоже нацелены на защиту персональных данных наших граждан. Например, совершение онлайн-покупок и так далее. Вот тоже об этом хотелось бы услышать, ваше мнение. Знаете, я вам что скажу. Есть очень такая закономерность, которую недавно сформулировали очень, на мой взгляд, образно. Если вам что-то предлагают бесплатно, значит, товаром являетесь вы сам. Понятно, да? То есть, если предлагают бесплатно воспользоваться каким-то сервисом, там, ватсапом, мессенджером, например, или там, фейсбуком, значит, главная цель – получить именно эти самые ваши персональные данные и приобрести вас в качестве покупателя, в качестве, я не знаю, там, потенциального агента, если хотите, влияния, да, потому что через вас можно каким-то образом обеспечить трансляцию мнений каких-то, да, или рекламных каких-то там компаний. Опять же, через вас, поскольку вы являетесь в данном смысле носителем и потенциальным распространителем. И с этой точки зрения очень, на мой взгляд, правильно, когда говорят не только о политическом суверенитете страны, то есть о праве государства и граждан самим формировать свое правительство. Но есть такое понятие, как гуманитарный суверенитет. Это суверенитет выработки смыслов. Да, ведь очень часто то или иное действие обосновывается, прикрывается какими-то смыслами, которые, опять же, пришли откуда-то извне. Ну, например, я хорошо помню еще кампанию по борьбе за права человека, которую президент США Джимми Картер начал тогда, в 70-е годы, да, но она использовалась именно для того, чтобы поставить Советский Союз тогда в очень такое неудобное положение. Он постоянно вынужден был оправдываться, и это создавало ситуацию, как бы такой вот мягкой силы, не в наших интересах. И, наконец, можно говорить о цифровом суверенитете. Вот используя зарубежные платформы, в том числе по видеосвязи, мы вот сейчас общаемся в Zoom, да, надо понимать, да, что вся эта информация оказывается на серверах где-то там, не у нас. Да, потому что это программный продукт создан не у нас, и владелец его, насколько я знаю, Google, так и при регистрации пользователя в Zoom он предоставляет свои персональные данные, что называется, его деятельность становится очень даже видной и прозрачной. Я воспользуюсь случаем сказать, что вот, предположим, когда YouTube или Twitter работают в период политических каких-то кампаний, да, у них есть все возможности либо заглушить какую-то информацию, ну, даже Трампа отключали. Заблокировали, да. Куда уж больше? Андрей Римович, извините, тут что-то сбой, да, но сутки он не мог связываться. Очень символично сейчас будет сказать, Андрей Римович, извините, у нас конец программы, буквально несколько секунд, в вашу мысль, я думаю, что мы все услышали, зрители, я тоже с вами согласна, давайте все-таки посмотрим результаты опроса, прежде чем попрощаться. Знаете ли вы, кого в России можно считать иноагентом, задали мы этот вопрос, обратите внимание на результаты, да, знают 25% и 75 почти процентов наших зрителей признаются, что не знают, но надеюсь, что после сегодняшней нашей программы все-таки информации для них станет больше для размышлений. Итак, у нас в гостях сегодня был Андрей Тузиков, заведующий кафедрой госуправления социологии Кнетукахты. Благодарю вас, Андрей Римович. Это была программа «Главные новости» в студии Леса Анна Абдульна. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!